МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одной без тепла представители управляющих компаний и ТСЖ схватились за голову. Одним школам пластиковые окна, другой крышу. За чей счет в городе ремонтируются общеобразовательные учреждения? Денег нет, но бейчане как-то держатся. Хватает ли средств, чтобы прожить от зарплаты до зарплаты? Итак, начнем. Удалось договориться. Энергетики пошли навстречу чиновникам. В здании администрации вернули электричество. Напомним, что в пятницу 7 июля ровно в 10 утра в городской мэрии погас свет. Электроэнергию отключили за неуплату. На сегодняшний день долг только за электричество составляет больше 100 тысяч рублей. За свет в администрации не платили с весны. Как мы уже рассказывали, чиновники и энергетики должны совместно разработать план погашения задолженности. Договориться, по всей видимости, удалось в кратчайшие сроки. Электричество вернулось в сеть. Сегодняшнее плановое совещание в администрации города проходило уже не в потемках. Бейчане могут оказаться зимой без тепла. Управляющим компаниям и ТСЖ не на что готовить дома к предстоящему отопительному сезону. После резкого снижения нормативов потребления ресурсов на содержание общего имущества обслуживающие организации оказались на грани банкротства. Сегодня о сложившейся ситуации рассказал председатель ассоциации собственников жилья Юрий Ставышенко. Скажу по-своему ТСЖ. Вот два дома работают с экономией. Я где-то каждый месяц должен изыскать порядка 60 тысяч, чтобы заплатить за те дома, которые работают с экономией. Абсурд. И люди спрашивают, а как мы тогда, что за энергосбережения, как мы должны экономить. Мы на сегодняшний день просаживаемся, просаживаемся. Мы на сегодняшний день за горячую воду, за гигакалории, оборотные средства выхолачиваем, их уже негде брать. И через 2-3 месяца мы на стадии банкротства будем. Это однозначно. Для того, чтобы у меня был ноль баланс по финансам, то у меня должна быть экономия ресурса в объеме, ну примерно минус 150 кубов. Как можно это заставить людей еще приносить в теплоэнергослабжающую организацию, ветрами носить горячую воду, им сдавать, чтобы у меня появился ресурс? Непонятна система. Реформы в коммунальной сфере начались еще в январе прошлого года. Тогда обещания впервые получили квитанции нового вида. Кроме дополнительных строк появились и дополнительные рубли. Сумма за ОДН стала значительно выше, чем обычно. Однако в июне после пересмотра ситуации нормативы потребления ресурсов на содержание общедомового имущества снизились в разы. И это, в свою очередь, вызвало обеспокоенность обслуживающих организаций. Коммунальщики уверены, что в расчетах были допущены серьезные ошибки. И эти ошибки стали причиной финансовых потерь в управляющих компаниях и ТСЖ. В ближайшее время в Бийске должно пройти совещание представителей коммунальной сферы, где, собственно, и рассмотрят данный вопрос. А тем временем ресурсоснабжающие компании продолжают подготовку к предстоящему отобительному сезону. Так, компания «Бийск Энерготеплотранзит» вовсю проводит ремонтную кампанию. Все подробности у Алены Кисеевой. Жители дома по адресу Васильева, 50, почти месяц находились без горячей воды. Сначала из-за проводимых гидравлических испытаний, позже в связи с плановыми ремонтными работами. Завершить их должны только к 28 июля. Но чтобы бийчане, которые проживают в зоне ремонта в теплосетей, не были полностью ограничены в подаче горячей воды, на всех объектах была пересмотрена схема теплоснабжения. Ресурсовики провели сборку временной схемы для сокращения сроков отключения потребителей от воды снабжения. И уже 7 июля бийчанам начала поступать долгожданная горячая вода. На данном участке у нас производится ремонтная работа, как вы уже видите. Меняется у нас в день 60 метров теплосети. Также 60 метров у нас идет изоляция. Примерно выполняется от 10 до 12 сварочных соединений диаметра 159. Трудности, трудности, конечно, мы испытываем, но трудности заключаются только у нас в погодных условиях. То есть все материалы у нас в наличии есть. Ремонт идет в плановом порядке и проводится согласно с разработанной проектно-сметной документацией. Выполнение уже проведенных, а также запланированных мероприятий, по мнению энергетиков, позволит повысить надежность работы оборудования зимой. На сегодняшний день предприятиям «Биско-энерго» «Телтотранзит» проведены работы по устранению дефектов, выявленных после проведения гидравлических испытаний в мае. Также выполнена замена запорной арматуры диаметром 500 на магистральных тепловых сетях. Выполнен капитальный ремонт на участке в районе жилого дома «Социалистическая 34». Ведутся работы по адресам Васильева, 50, до жилого дома «Горноалтайская, 79» и Васильева, 48, до жилого дома «Горноалтайская, 71». Ведутся работы на объекте Чайковского, 50, до дома 50, 108 и Мерлина, 25, 1, 25, 1, 3 проходящая сеть. Однако только на этих адресах «Биско-энерготеплотранзит» не остановится. Уже с 1 августа ресурсоснабжающая компания планирует зайти на объект капитального ремонта в районе жилых домов по улице Турусова, 10, 1 и Ленина, 123. Там будет произведена замена трубопровода протяженностью 260 погонных метров. Ремонтная кампания завершится к началу отопительного сезона. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Будни. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Обновят к новому учебному году. В «Биске» уже определились с подрядчиками, которые займутся ремонтом в школах. Уже известно, что в 34-й капитально отремонтируют кровлю. Еще в пяти учебных заведениях полностью заменят окна. Так, в 18-й школе работы уже начались на прошлой неделе. Новые пластиковые окна обойдутся городскому бюджету порядка 4 миллионов рублей. Ремонтные работы ведутся за счет тех денег, которые поступили в город по линии Наукограда. Отметим, что в 18-й школе окна не меняли со дня ее открытия. Учебное заведение работает уже 55 лет. За все это время в коридорах школы деревянные рамы почти прогнили, и трудно было соблюдать температурный режим. Новые окна не заставили себя долго ждать, и в школе полным ходом кипит работа. Отметим, что в этом году в Бийске окна заменят еще в четырех общеобразовательных учебных заведениях. Это 8-й, 12-й, 20-й и 25-й школах. Общее финансирование 19,5 миллионов рублей. А вот ремонт крыши в 34-й школе обойдется почти в 8 миллионов рублей. Работы завершатся к 1 сентября. День в день, но хватает. Бийчане жалуются на скромный доход. Кошельки большинства жителей города к моменту зарплаты пустеют. Поэтому многие ищут дополнительные источники дохода. Прибегают к помощи родителей, которые получают пенсию, занимают у знакомых, а иногда обращаются в банки, чтобы взять в суду под большие проценты. Как сложно жить, мы спросили у Бийча. Вам хватает вашего дохода месячного? Конечно нет. На это и живем, сколько ей денег, на то и живем. Живу так, пока на зарплату. Но не хватает, не хватает. Если не хватает, то где вы берете дополнительные источники дохода? Огород. Огород. У нас садоводство, очень многие сейчас покупают участки. Видимо, не только для нас серьезная помощь, но и для горожан. Пенсия плюс зарплата. И то в обрез. Вместе с мужем? Ну, если без излишев, если никуда не выезжать, ну, естественно, куда захочется, то вполне. С огорода, конечно, бабушки и дедушки всегда помогают. На данный момент, да. Ну, просто я уже как бы по выслуге, поэтому на пенсии. А так, конечно, бы не хватало. У меня еще зарплата есть, я работающая, пенсионер, поэтому хватает. Я безработная, но вообще никогда не бывало такого, что мне не хватало. Всегда приходилось занимать. Ну, перезанимаешь, потом экономишь. И так, выкручиваешься. А, скажите, хватает ли вам вашей зарплаты, чтобы дожить до следующей зарплаты? Вы знаете, я вообще не работаю, как бы у меня нормальное финансовое положение. А кто вам помогает? У нас папа этим занимается. Нет, не хватает. Доход нестабильный, поэтому зарабатываю как могу. Интересно о жизненно важном. Мобильный комплекс Академия Дорожной Безопасности продолжает курсировать по детским загородным лагерям. На этот раз красочный автобус с сотрудниками ГИБДД на борту посетил лесную сказку. Академия Дорожной Безопасности. Этот автобус учит детей правилам дорожного движения. Вы знаете такие правила? Да. Напомнить правила дорожного движения и показать, чем грозит их несоблюдение. Для юных бейчан сотрудники госавтоинспекции подготовили целый ряд видеоматериалов. Для самых маленьких это, как правило, мультики, для ребят постарше – короткометражные фильмы. Комплекс Академия Дорожной Безопасности каждый сезон посещает загородные оздоровительные лагеря. За несколько часов все 11 отрядов успели осветить в памяти правила дорожного движения. Здесь же полицейские раздают светоотражающие элементы, при этом объясняя, почему их очень важно носить. Отметим, что с начала года в Бийске произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. При этом травмы различной степени чажести получил 21 ребенок. Материал интересный. Материал постоянно обновляется, то есть стараемся идти в ногу со временем и показывать актуальные проблемы. То есть это и пешеходные переходы, это и перевозка детей в салонах автомобилей, где опасно играть, есть у нас такие фильмы. То есть все то, что представляет опасность в летний период. Пора замешивать тесто в Залесовском районе. В самом разгаре подготовка к масштабному фестивалю национальных культур. Об участии заявились не только творческие коллективы края, но и ансамбли других регионов России. Все подробности расскажем далее в сюжете. Сереженька, несяк, якин, найману, хорошенько, несяк, якин, найману. Не мурлыча под носом и весь голос мордовской песни здесь поют всегда, тем более при приготовлении пищи. Без хорошего настроения хозяйки на кухне делать нечего. В селе Борисово Залесовского района, где большинство жителей мордовских кровей, национальные традиции бережно чтут. Среди них не только пение. Такие долгие, как говорят в народе, бабьи посиделки здесь не редкость. Женщины Борисова круглый год ходят в гости друг к другу. И готовить, и секретничать. Созвонили что-то, собрались, весело, легко сидим. То здесь, то там. В баре собираемся у Николаевны, там стол ставим. Все обсудим, дела, проблемы жизненные. Но сегодня у хозяевших поселка особая миссия. Здесь готовят впрок для того, чтобы не оставить голодными гостей фестиваля. Их ожидается около пяти тысяч человек. В первую очередь холодильники в селе забьют популярным блюдом – национальными варениками с необычной начинкой. Лук обжаривается в подсолнечном масле. Лук обжарился, так примерно, и туда мак высыпаю. Вместе с маком обжарилось. А в это время у нас капуста свежая шинкуется на терке. Еще одна деталь – внешний вид вареников. Края заворачивают. Говорят, так точно не разварятся. К приезду гостей готовятся основательно, чтобы не только накормить, но и спать уложить. Приезжих заселят в дома местных жителей. Гостей здесь уже ждут. Самая большая компания, известная в России за рубежом фольклорный ансамбль «Торома» из Саранска, будет жить в доме Валентины Барановой. В этом ансамбле 16 человек, но здесь могут вместиться все 10 человек. У нас еще две спальни небольшие есть. Можно здесь отдохнуть, телевизор посмотреть, посидеть за столом, все что угодно, даже полежать. В этом году планировали вновь провести праздник мордовской культуры. Но после успешного дебюта прошлым летом, в этот раз рамки народного фестиваля расширили, сделав его межнациональным и ежегодным. Депутат Госдумы Александр Прокопьев, который был почетным гостем мордовского этно-фестиваля, идею поддержал. Совсем скоро каждый двор здесь украсит гирляндами из флажков, а к концу июля будет готова современная сцена. Спасибо фонду Александра Прокопьева. Основную, конечно, взяли они на себя. Но за нами осталось приглашение коллективов. Среди участников коллектив из Морейского национального центра, Народный белорусский ансамбль, коллектив Союза армян и других. В числе гостей группа из Кемерово и Новосибирска. Праздник межнациональных культур состоится уже скоро, 29 июля, в селе Борисово Залесовского района. Что ж, пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 11 июля, в Бийске, будет малооблачно, дождь, возможно, гроза. Магнитосфера спокойная и о температуре. Ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 19, плюс 21. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого дня. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова